Мои просим Тебя продолжать вести нас, Господи, в этом занятии. Спасибо Тебе за удивительное учение, слава Божией, которое добавляется в нашему душевному телу. Всегда, когда мы проявляем положительное воздействие в испытаниях, страданиях, слава Тебе, благослови нас, изобильное. Мы просим Тебя, Господь, раскрывая нам эту тему, потому что она очень сильно ободряет нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, очень интересная тема у нас сегодня. И до продолжения прошлого занятия, это Римлянам 8.18 и 1 Петра, 1 глава 6 и 7 стих. Давайте сначала мы 1 Петра прочтем, чтобы освежить в нашем уме эти стихи. Итак, 1 Петра, 1 глава 6 и 7 стих. «О всем радуйтесь, поскорбе, теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Итак, здесь есть три слова – похвала, честь и слава в явлении Иисуса Христа. Итак, мы с вами видим, что Петр ободряет верующих, что когда верующие проходят испытания или искушения или страдания, то они точно понимали то, что в положительном волеизъявлении они будут удостоены похвалы и чести и славы в явлении Иисуса Христа. Когда для нас будет явление Иисуса Христа? Когда мы с вами, верующие, увидим явление Иисуса Христа? Пойдем на небеса, это здорово. Как называется то событие, когда мы встречаемся со Христом? А? Не, пару вещей скажите. Восхищение. Восхищение церкви. Мы с вами встречаемся с Иисусом Христом. И там, значит, после восхищения мы с вами пройдем в судилище Христова, и где мы с вами получим награды, и также мы с вами будем удостоены чести и славы и похвалы в явлении Иисуса Христа. Аминь. Итак, наша жизнь здесь важна. Основная мысль нашего сегодняшнего занятия была следующая, что мое положительное волеизъявление в страданиях или в испытаниях, мое положительное волеизъявление в страданиях или в испытаниях, они добавляют степень славы моему душевному телу. Итак, положительное волеизъявление в отношении испытаний или страданий в моей жизни, они добавляют степень славы моему душевному телу. Первое послание фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих Мы с вами видим, из чего состоит человек Итак, человек является трихотомным Запишите это определение, трихотомия Трихотомия, это означает, что человек состоит из трех составляющих частей Я имею в виду, они не сами по себе, это сам человек Но мы с вами видим, что в плане Божьем В плане Божьем есть некоторые изменения, которые могут произойти в жизни человека Но все равно он должен состоять из трех частей 23 стих Сам же Бог мира, то есть Бог покоя Да осветит вас во всей полноте И ваш дух, и душа, и тело во всей целости Да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа Итак, мы с вами состоим из чего? Дух человеческий, душа человеческая и наше тело И давайте мы с вами откроем первое послание Коринфянам, 15 глава В этом послании, в 15 главе первого послания Коринфянам Так называемое полное учение о воскресении Полное учение о воскресении О воскресении Итак, и Христос воскрес, и мы с вами обязательно воскреснем Потому что мы Его тело 20 стих, 15 главы Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых Как в Адаме все умирают Аминь, вы со мной? Все умирают в Адаме Почему? Да потому что Адам не наследует Царство Небесного Человек должен обязательно умереть в Адаме Чтобы войти в Царство Божие Потому что по-другому не бывает Послание к евреям По-моему, это Я вам ссылку дам, потом вы читаете Послание к евреям Сейчас, минуту Да, 9 глава 27 стих 9 глава, 27 стих И как человеком положено однажды умереть А потом сур Аминь Однажды человек Обязательно человек умрет Обязательно человек умрет Потому что Интересно Когда Иисус дом на кресте И все ожидали, что он не умрет Да, и кричали ему Если ты Сын Божий, садись с креста А Петр говорил ему Не нужно тебе идти в Иерусалим И Иисус четко понимал Что это все сатанинские провокации Чтобы он не умер на кресте Аминь Вы со мной? Потому что Если бы он остался жить Я, например, говорю гипотетически То тогда он остался бы жить сам для себя А из-за того, что он умер на кресте Тогда мы с вами получили вечную жизнь Здорово, да? Итак, здесь мы видим следующее Что водами все умирают Так и во Христе все оживут Здорово? Каждый в своем порядке Кто первый? Христос Все правильно Потом кто? Христовы Это мы Итак, в пришествие Его Дальше Это же глава Это же глава 40 стих Здесь мы с вами переходим к тому Что Павел объясняет Что у разных планет И у разных звезд Степень славы Отличается друг от друга То есть Звезда от звезды Разнится в сиянии Здесь говорится слава Но это Мы с вами представляем сияние Итак Одна звезда сияет Очень ярко Другая звезда Чуть поменьше Третья совсем Не очень ярко И здесь Павел говорит Что Давайте с вами прочтем Итак Есть тела небесные И тела земные Но иная слава небесных Иная земных Иная слава солнца Иная слава луны Это означает Что луна светит Одной славой А солнце светит какой? Намного больше С славой Или света Нельзя сравнить Луну И солнце Они разнятся В излучении Вернее в отражении Вернее солнце В излучении Луна в отражении Итак Иная слава солнца Иная слава луны Иная звезд И звезда От звезды Разнится в славе Это означает На небосклоне Много звезд Но мы с вами Видим например Яркие звезды Как насчет Ковш Малая медведица Большая Ковш Большой медведица Мы как раз Оп 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 И сразу нашли его Правильно да? Почему? Потому что Эти звезды Они яркие И мы их сразу находим Или лебедь Или еще что-нибудь Созвездие И здесь Павел говорит Что иная слава Солнца Иная слава луны Иная звезд Звезда От звезды Разнится в славе Так при воскресении Мертвых То есть это Павел открывает Следующее Что при воскресении Мертвых Мы с вами Будем иметь Разную степень славы Аминь То есть Как бы это сказать Мы с вами будем В прославленных телах Но степень сияния Наша На небесах Она будет Отличаться Там Там не будет Так что все Подозу Гребенку Как Как святички Значит Все засияли Нет Например Например Дюссал выйдет И вообще Там Глаза закрывает Да Это самое Вот А я выйду Самое Не знаю Там Как Наша слава Но у нас Не будет Одинаковая слава Я имею ввиду Может быть Она будет Яркой Но Аминь Вы со мной Вы понимаете Итак Давайте дальше Прочитаем 44 стих Вторая часть Есть тело Душевное Есть тело И духовное Это означает Что у меня Есть тело Физическое Которое Видно В этом мире И которое Овсязаемое Которое Живет Так же Значит Если бы Пастор Сирин Вспомните Сказал Если бы Мы сейчас Вышли Из наших Тел То мы Увидели бы Друг друга В каких телах А? В душевных Телах Все правильно В душевных Телах Мы бы Если бы Господь Сейчас Открыл нам Значит Духовный мир То есть мир Который Мы не видим То мы бы Увидели Друг друга В душевных Телах Потому что Как реально Физическое тело Так реально И душевное тело И так реально Это и духовное тело Аминь Вы со мной Или нет Один человек Подходит К пастору И спрашивает Пастор А я узнаю Свою жену Например Она умирала уже Он говорит Когда я Приду на небеса Я свою жену Узнаю Молуху В каком она Обличии Знаете Какой ответ был Пастор сказал Что ты не будешь Глупее Там Чем здесь Если Если ты Если ты Узнаешь Сейчас То Обязательно Узнаешь И так Почему Потому что Человек Имеет Физическое тело Душевное тело И так же Духовное тело Что происходит Когда верующие В Иисуса Христа Умират Мы Кстати У нас была проповедь И дискуссия В воскресенье Очень хорошая Что происходит Это Второе послание Коринфянам Второе послание Коринфянам Пятая глава Второе послание Коринфянам Пятая глава Восьмой стих Здесь говорится Что мы выходим Из тела И водворяемся У Господа Всякие верующие В Иисуса Христа Которые умирают Значит Он сразу же Выходит Из своего тела И водворяется У Господа Выходит Из своего тела И водворяется У Господа Что остается В земле Над чем Печалятся Люди Которые Находятся На похоронах Они Печалятся Над телом Которое Лежит И в котором Нет уже Души И духа Душевного тела И духовного тела Что произошло Произошла смерть Это означает Что Значит На языке Оригинала Слово Смерти Это Отделение Это Произошло Отделение Нашего Душевно Духовного Тела От нашего Физического Тела Которое Является Является Аминь Кто Я спросил Что Что Мы Будем Делать Если Вам Интересно Я После Занятия Могу Нам Нам Прикнуть Что Мы Будем Делать Но Одно Гарантирую Голова У Душевного Тела Душевного Духовного Тела Болеть Что Не Будет Аминь Итак Я хочу Сказать Некоторые Вещи Что Верующий Иисуса Христа Может Быть Так Занят Тем Что Побыстрее Вы Мне Оказаться На Небесах Оберегитесь Значит Мысли Мысли Наши На земле Должны Быть Такие Господи Ты Дал Мне Эту Жизнь Дал Мне Это Поприще И Ты Дай Мне Господи Благодать Чтобы Я Прошел Своё Поприще А Когда Ты Решишь Аминь Тогда Я Поднимусь На Небеса С Радостью Аминь Потому Что Верующие Могут Значит Съехать В Другой Направление И Думать Совсем Неправильными Мыслями О Я Хочу Быстрее Сам Помолись Чтобы Я Умя Побыстрее Да И Мы Говорим Нет Это Нехорошее Отношение Это Нехорошее Ожидание Ожидание Такое Да У меня Будет Воскрешенное Тело Но У меня Здесь Есть Поприще И Оно Такое Же Удивительное И Замечательное Как Потому Что Господь И Ведет Меня В Моем Земном Поприще Аминь И Я Ни В Коем Случае Не Забегаю Вперед И Не Поддаюсь На Сатанинские Уловки Но Живу Свою Христианскую Жизнь Аминь Спокойно Аминь Спокойно Мы С вами Уже Сказали Пускай У Сатаны Голова Болит Потому Что Ему Немного Времени Осталось У У нас Вообще Времени Я Не Знаю У нас Верим И Уже В Вечности Живем Аминь Итак Мы С вами Прочитали О том Что В момент Смерти Верующего Духовно Душевное Тело И Идет Идет Сразу К Иисусу Христу И Дальше Давайте Прочтем Вернее Продолжим Следующее Что Когда Мы еще Не Прочитали Римлянам 8 18 Давайте С вами Римлянам 8 18 Давайте 17 А если Дети То и Наследники Наследники Божьи Сонаследники Жи Христу Если Только С Ним Страдаем Чтобы С Ним И Прославиться Страдаем Ли Мы Со Христом Кто Последний Раз Страдал Да Аминь Феррис С Денисом На них Уже Гонение Устроили Они Возвратились С радости И сказали Мы Приняли На себя Первое Гонение Хотели Рассказать О Христе О нас Шею Ну Не шею Это Сами Дети Вы Итак Очень хорошо 18 17 А если Дети То Наследники Наследники Божьи Сонаследники Жи Христу Если С Ним Страдаем Чтобы С Ним И Прославиться 18 Ибо Думаю Что Нынешние Временные Страдания Ничего Не Стоит В сравнении С той Славой Которая Откроется В нас Сейчас Ее Видно Не Видно У Иисуса Христа Видно Была Слава Когда Он Ходился Не Видно А А когда На горе Преображения Иисус Преобразился Что Просияло Лицо Его Одежды Его Сделались Белее Чем Как Снег Ученики На Него Вот Это Да И Там Находились На горе Преображения Два Еще Человека Кто Это И Моисей Вопрос Такой В каких Телах Они Были Насчет Моисея Мы можем Точно Сказать Как Мы Слышали С вами Что Моисей Умер Был Погребен И он Там Находился В Душевно Духовном Теле Насчет Ильи Не знаю Он Был Вознесен На Колеснице И он Он Не Умер О нем Не Сказано Что Он Умер Но Моисей Точно Накодился В Духовно Душевном Теле Понятно Да И они Там Это Не то Что А как Они Узнали Что Это Ильи Моисей У них Хоккеиста Здесь Написано Было Моисей Ильи Да Фотографии Не Видели Правильно Да Не глупее Аминь Это Не то Что А кто Это Такое А Это Илья Моисей А Вижу На спине Написано Илья Моисей Нет Они Узнали Что Это Илья И Моисей Как По Разговору Которые Илья И Моисей Вели Иисусом Христом В отношении Его Исхода В Иерусалим Понятно Да И так Они Там Были Еще Внепрославленных Телах Они Там Были Моисей По крайней Мере В Душевно Духовном Теле И Ученики Видели Моисея И Они Знали Что Это Моисей Он Не Был Какой-то Расплывчат Желет Итак Мы Ничего Не Стоит В сравнении С той Славой Которая Откроется В нас Обязательно Мы С вами Будем Прославлены В Иисусе Христе И Это Говорится В послании Восьмая Глава Тридцатый Стих Восьмая Глава Тридцатый Стих Помните Та цепочка А кого Предузнал Того И предопределил А кого Предопределил Тех И призвал А кого Призвал Тех И оправдал А кого Оправдал Тех И прославил Но Степень Славы Нашей Она Будет Зависеть От Нашего Положительного Волеизъявления В наших Испытаниях И страданиях Здесь на этой земле Понятно? Основную мысль Мы уловили Итак Давайте запишем Три вещи Итак Я получаю Степень Славы В испытаниях Первое Как я получаю Степень Славы В испытаниях Или Страданиях Первое Это Мое Положительное Волеизъявление Не негативное А положительное Волеизъявление Откуда у меня Появляется Положительное Волеизъявление Второе Я знаю План Божий Я знаю План Божий План Божий Для моей жизни Чтобы я Был Прославлен Я знаю План Божий Первое Положительное Волеизъявление На чем Она основывается Второе Я знаю План Божий Слушайте внимательно Я знаю, что всякий человек, которого Бог поместил рядом со мною, не был дан мне для того, чтобы я относился негативно, или злился, или реагировал в эмоции. Аминь, вы со мной? Всякий человек, которого Бог в своей премудрости поместил рядом с нами, как бы он не относился ко мне, у меня есть, или у вас, или у меня, у нас у всех есть выбор, как я буду относиться к этому человеку. И здесь очень важно было сказано, что ни один человек не может определять для меня степень радости в моей жизни. Аминь. Моя жена не может определять степень радости в моей жизни. Мой муж не может определять степень радости в моей жизни. Почему? Потому что степень радости в моей жизни определяет Христос. Аминь. Итак, знание плана Бога. Господь говорит, я помещу в твою жизнь одного человека, и он тебе не понравится. Вы со мной? И он тебе не понравится. Что ты будешь делать? Постоянно ворчать, относиться негативно, избегать этого человека? Или ты начнешь молиться следующей молитвой. Это я уже добавлю. Господи, дай мне с этим человеком дружбу. Аминь. Да, я начинаю молиться по вере. Господи, ты можешь сделать нас друзьями. Можешь? Притча говорит, что когда Богу угодно пути человека, он их врагов его примеряет с ним. Аминь. Слушайте, а если я начинаю негативно относиться и говорить, это даридийская опять пришла, все, весь день мне испортил и так далее и тому подобное. Я ухожу из этой ситуации банкротом и к моему душевно-духовному телу не прибавляется слава. А если я начинаю молиться, Господи, благослови этого человека, и ты даруй благодать, чтобы он, наши взаимоотношения нормализовались, и, или больше того, мы стали друзьями. Аминь. И тогда я ухожу, и к моему душевно-духовному телу прибавляется степень славы за то, что я в этой ситуации принял положительное воле изъявление. Итак, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и я все. Здесь не видно, а на небесах будет все видно. Аминь. Вы сказали, пастор, вы говорите нереальные вещи. Вы знаете, если бы, если бы не было завершенной работы Христа, и в наших сердцах не было Духа Святого, и мы не были бы возрождены свыше, то я, так, тогда я бы согласился. Но из-за того, что Христос в нас, и Он больше того, кто в мире, аминь. Из-за того, что Дух Господень, который воскресил Иисуса Христа из мертвых в нас, из-за того, что мы с вами рождены свыше, это очень даже реальные вещи. И я больше скажу, от этих малых вещей в нашей жизни зависит наша степень славы, как мы будем сиять на небосклоне Иисуса Христа. Слушайте, не могу не прочитать вам. Книга Даниила, 12 глава. Ой, 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 ой. Это для, чтобы вы были благовестниками. Аминь. 12 глава книги Даниила. 12 глава, 2 стих. И многие из спящих прахи земли пробудятся, одни для жизни вечные, другие на вечное поругание и пострадание, и разумные будут сиять, как светило на твердье, и обратившие многих праведности, что? Как звезды вовеки и навсегда. Аминь. Слушайте, разве это не ободрение стать благовестником, отбросить всякий страх перед людьми и так далее, и быть благовестником? И Господь говорит, ты разумный человек, если ты благовестник. И если ты благовестник, то я сделаю тебя следующий. И обратившие многих праведности будут сиять, как звезды, навеки и навсегда. Вы представляете, какая степень славы у благовестников? Какое у них душевно-духовное тело? Во-первых, оно большое, во-вторых, оно сияет. Почему? Да потому что всякий раз, это был шаг по вере, аминь, и всякий раз Господь, добавляя Феликсу и Денису, добавлена вам степень славы. И я не шучу, потому что об этом говорит Библия, правильно, да? Не пренебрегайте этим, пользуйтесь временем, будьте благовестниками. И это не закон, если ты не благовестник. Это ободрение для того, чтобы ваша степень славы, она возрастала. Представляете? Я, например, умираю, иду, раз, стоп, иду. Вау! Саша Барсупов. Вау! Это что, Иисус, что ли? Аминь? Здорово. Когда это можно делать? Во времени. А больше, если время закончится, хождение по вере закончится, мы увидим Христа таким, как Он есть. И тогда уже негде будет это самое, славу собирать негде будет. Потому что мы уже войдем в Вечность, и в Вечности у нас зафиксируется степень славы нашего душевно-духовного тела, к которому обязательно добавится наше физическое воскрешенное тело, и мы с вами войдем в Вечность трихотомными, то есть Дух, Душа и Тело будут абсолютно совершенны, и мы с вами войдем в Вечность со степенью славы, которая будет отражением жизни Христа в нашей жизни здесь на Земле. Здорово? Итак, первое, это было положительное волеизъявление. Следующее. Знание плана Бога. Я смотрю на людей, которые окружают меня, и они мне не нравятся. Я смотрю на обстоятельства, которые в моей жизни, и они мне тоже не нравятся. И Господь говорит, что ты будешь делать по этому поводу? Как ты будешь реагировать на это? Я знаю тебя, и из-за того, что нужно провести в тебе работу, я поставил с тобой этого человека. Что-нибудь, например, чтобы постоянно держать тебя в сокрушенном состоянии. Аминь? Что ты будешь ворчать или кричать, или еще что-нибудь. Если будешь это делать, то останешься банкротом. Следующее. Третье. Итак, знание плана Бога. Я исполняюсь Духом Святым. Но я думаю, что без этого нет жизни верующего в Иисуса Христа. Или я на 100% исполненный Духом Святым, или я на 100% плотский. Среднего 99 плюс 1 нет. Понимаете? Или 100, или 100. Итак, я исполнен Духом Святым. Иисус Христа 5, 18. Следующее. Четвертое. В моих страданиях я радуюсь. В моих страданиях. Когда я исполнен Духом Святым. Когда я знаю план Бога. Когда я в положительной воле, в изъявлении реагирую. И тогда, в четвертое, это радость в испытании. Это Иакова 1 глава 2 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение и так далее. Аминь. Четвертое. Это радость в испытании. Пятое. В моем положительном воле изъявлении я обязательно получаю обеспечение благодати для того, чтобы пройти через испытания или через страдания. Обязательно получаю обеспечение благодати. Господь говорит, благодати моей достаточная. Шестое. Шестое. Всякая ситуация будет содействовать ко благу моей жизни. Всякая. Из-за вот этих вот пяти пунктов, всякая ситуация будет содействовать ко благу моей жизни. Даже негативная ситуация и так далее. И седьмое. Моему душевно-духовному телу будет добавлена слава. Степень славы. Моему духовно-душевному телу будет добавлена степень славы. Если мы посмотрим на Иисуса Христа и на Его поприще. Мы здесь, давайте с вами пройдем эти пункты со стороны Иисуса Христа. Со стороны Иисуса Христа. Итак, Господь Иисус Христос в своем положительном волеизъявлении согласился с планом Отца. Аминь. Он сошел на землю и стал человеком. Он здесь был на земле и он проходил свое поприще, зная Божий план. Где мы можем видеть это? Это 13 глава, один из стихов, 13 глава, 1-й, 2-й стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1-й, 2-й стих. Иоанна, 13-1-2. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Во время вечерей, 3-й стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руку Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал и изнял в Себя одежду, чтобы служить. Интересно? Иисус знает планаться. Здорово? Все, я знаю. Я знаю план Отца, я знаю, что обязательно я встречусь с моим Отцом после того, как будет завершена работа на кресте Голгофа. Петр говорит, не, не ходи туда. Иисус говорит, встань за мной, сатана. Не маячь здесь у меня перед глазами, потому что я иду на крест. Это план моего Отца. Я не могу идти в другое место, потому что я полностью согласился, и я нахожусь в покое, потому что это Божий план на меня. Я исполнен Духом Святым. У меня радость в испытаниях, дальше, у меня есть обеспечение благодати в испытаниях, и всякая ситуация, и крест Голгофа будет великой победой, когда Он приобретет нас с вами. То есть, приобретет вечное искупление. Аминь. Итак, Иисус четко, да, я согласен, у Него не было веткой греховной природы, но количество благодати, или достаточное количество благодати, Господь говорит, достаточно для вас даже в вашей ситуации, когда у вас есть ветка и греховная природа. Аминь. Потому что Господь никогда не даст, что? Никогда не даст сверхсилы и никогда не заповедует то, что невозможно выполнить. Правильно? Если Он говорит, ты можешь, то я говорю, аминь, Господи, я могу. А мой ветхий человек говорит, не, не могу. Не, не, не могу. Кого я слушаю? Итак, Иисус шел на крест, угождая своего Отца. И мне понравилась вот эта фраза. В нашей жизни все закончится. Это любая ситуация закончится. Только ждите и наблюдайте. В нашей жизни все закончится. В нашей жизни все закончится. Только ждите и наблюдайте. Благодати. Любая проблема будет решена через благодать. Любая проблема будет решена через благодать. И это, во-первых, проблема во мне должна быть. Это не внешняя проблема. Уберите от меня этого, уберите от меня того, уберите от меня эту ситуацию, и тогда у меня не будет проблем. Нет, будет проблем. Проблема должна быть сперва лично в моем сердце, а потом все остальное примет свое место. Понятно, да? Человек, в основном человек стремится избежать проблем, избежать тех людей, которые ему не нравятся, избежать всяких конфронтаций и так далее, и чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Господь говорит, не получится. По крайней мере, в отношении верующего в Иисуса Христа. Аминь. Вы со мной? А верующего в Иисуса Христа, ему предоставляется возможность возрастать и прибавлять к своему телу степень славы. Будешь ли ты на это отвлекаться? Мы можем с вами сказать, Господи, что-то у меня не получается. Господь говорит, продолжай ходить по вере. Аминь. Продолжай ходить по вере. Продолжай засвящаться словом, чтобы утверждаться в моем плане для твоей жизни. И давайте еще дальше скажем несколько слов. Итак, Божья сокрушенность. Это очень важное было определение. Божья сокрушенность. Хочу сразу сказать, что когда человек рыдает, сожалеет и так далее, он думает, что он сокрушен. Нет, это совсем другое. Рыдание, сожаление, человек плачет, сожалеет, это не является сокрушенностью. И то же самое это не является смирением. Сокрушенность, Божья сокрушенность, это следующее. Божья сокрушенность, когда в моей душе нет больше почвы для восстания, извините, когда в моей душе нет больше почвы для недовольства и восстания против Бога, против Его плана и против Его людей. Еще раз повторю. Божья сокрушенность, когда в моей жизни нет уже почвы для недовольства, для восстания против Бога, Его плана и Его людей. И его людей против Бога, против Клана, против Его людей. В моем сердце уже нет этой, в моей душе уже нет этой почвы, которая восстает, которая противостоит. И я хочу сказать следующее, что если мы в своей жизни еще падаем в каких-то областях, ничего страшного, мы с вами возрастаем. Аминь. И мы с вами будем возрастать до такого момента, до того момента, когда мы встретимся с Иисусом Христом. А когда мы встретимся с Иисусом Христом, то тогда мы пройдем через судилище Христова, и мы с вами получим награды, и мы с вами будем запечатлены в той степени славы, в соответствии с нашим положительным волеизъявлением на испытания и на страдания. Я думаю, что достаточно на страдания. Аминь. Вопрос есть по этому? Отлично. Давайте еще, знаете, что одну вещь скажем, которая была брошена, но мы обратим на это внимание. Итак, интернационализм – это не Божий план. Интернационализм – это не Божий план. Все понимают, что такое интернационализм? Итак, это стирание грани между народами. Стирание грани между народами. Это каша, это котел. И там все, значит, все отличительные качества народов. А мы с вами знаем, когда народы образовались? Бабилонский баэр. До этого был что? Один народ и один язык. Правильно, да? Почему? Потому что когда интернационализм, то тогда обязательно вырастет диктатор. А тогда здесь три вещи. Когда интернационализм, обязательно первое будет похоть власти. Это кто-то должен всем командовать, правильно, да? Над всеми народами кто-то должен стоять. Это похоть власти. Второе. Это диктаторство. И мы видим с вами в 10-й главе уже появляется диктатор Немрод, который сильный зверолов пред Господом. 3-й глава Бытия. И следующее. Это препятствует интернационализм, препятствует проповеди Евангелия. Препятствует проповеди Евангелия. Апостол Павел говорит в Деянии апостолов в 17-й главе, когда он проповедует в Афинах. Итак, 17-й глава Деяния апостолов. Он говорит проповедь грекам. 24-й стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизни, дыхание и все. От одной крови Он произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Это означает, что сейчас мы видим с вами, что много государств, аминь, и много народов, и они имеют свои конкретные границы. И это Божий план, потому что мы с вами видим, что в тысячелетнее царство войдут народы. Правильно, да? Это не войдет какая-то масса, войдут народы. И в вечности тоже будут народы. И для каждого народа Евангелие, благодать и спаситель, кто? Иисус Христос. Антихрист будет стремиться к интернационализму, чтобы встать на престол и начать царствовать над всей землей. И ему будет отдана, и ему дьявол отдаст свою власть, силу и так далее. И престол свой. Глобализация – это то же самое. Когда все, все вот эти вот, значит, рамки, они убираются. И просто одно общество. Ну а здесь мы видим с вами, что Господь как задумал это сделать, произвел народы, так и сейчас народы, аминь, так и будут народы в тысячелетнем правлении, и так и войдут народы в вечность. Это мы с вами видим в книге Откровений. Народы будут приходить в Иерусалим. Давайте мы с вами прочтем, кстати, Откровение, 21 глава. Мы с вами видим, что будет народ израильский, будет церковь, и также будут спасенные народы. Итак, 21 глава, 23 стих. И город, 22 стих. «Храма же я не видел». Итак, это уже время вечности. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Содержитель, храм его и аминьс. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и святильник его аминьс. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Куда принесут? В небесный Иерусалим. Кто будет приходить в небесный Иерусалим, чтобы на встречу с Господом, кто будет? Спасенные народы. Аминь. Израиль – это Божий народ, который будет поставлен во главу всех народов, но также и остальные народы. И там не будет уже никакой зависти, там будет совершенное состояние, потому что мы с вами войдем в вечность, и у нас не будет ни одной занозы, ни ветхой греховной природы не будет. И сейчас наше занятие заканчивается, и у нас сегодня что было? У нас сегодня что было? Мы с вами услышали о том, что через наше положительное выразъявление в отношении страданий и испытаний мы с вами получаем или приобретаем дополнительную степень славы к нашему душевно-духовному телу, которое впоследствии получит воскрешенное физическое тело. И те, которые умерли, они соединятся в момент воскресения. И тогда человек явится полностью, дух, душа и тело, и он будет оторжать славу, которая будет дана Ему, Иисусу Христову. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твое Слово, Господь. Вероятное ободрение, Господи, для нас, для всех сегодня. Всякая ситуация, Господи, всякий человек, всякое испытание, всякое страдание, Господи, находится под Твоим контролем. Обучай нас, Господь Иисус, возрастать, Господь, и добавлять к Своему в телу степень славы. Спасибо, Господь. Произведи это в нашей жизни по Твоей благодати через Иисуса Христа в Духовном Человеке. Мы славим Тебя, любим Тебя. Обучай, Господи, нас быть благовестниками, и чтобы мы сияли на тверде, Господь Небесный, как звезды, на веке и навсегда. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови и распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, благослови, Господи. Вопрос можно подсказать?